Город Магнитогорск похож на новогоднюю елку, которую сначала украшали автовозами и автоцентрами, рассчитывая на дурачков что ли. Затем, увидев реальные потребности горожан в правильном авто, автовозы, нераспроданные товары потащили туда, где публика менее требовательна. И напыщенные некогда салоны, и дилерские центры сдулись. И сами поздували баннерную и не только рекламу. И только у самых сильных сил хватило на собственные праздники и собственное шоу. И оказывается, не надо привлекать сверхдорогих ведущих и сверхпопулярные коллективы. Потому как популярность мототехники Ямаха стоит выше всяких похвал. А Автоград только грамотно организовал экстраторч. С тест-драйвом, разумеется. С глинтвейном, для пассажиров, с шашлыками и для пилотов в том числе. И вот уже оказывается, своими силами, особенно не напрягаясь, праздник на озере Чебачьем для более чем 500 потенциальных покупателей устроен. Почему это не центр города и почему не аквадория реки Урал? Ну, во-первых, испытать технику надо было и по болоту, и по лесу, и по пересеченной местности. У стабрехам и зевакам, вот люмпинг интеллигенции, здесь тоже не место. Так же, как и тем, кто загоняя себя в шоковое состояние, твердит, не место роскоши. Да какая это роскошь? Роскошь – это жить в самой дорогой и неприспособленной для проживания стране мира. Но раз мы себе эту роскошь позволяем, раз каждый день для нас это небольшое, но сражение, то пар выпустить, адреналинчика прохватить можно, и это реально доступно. Цена даже топовой модели снегохода – это всего лишь цена малолитражки ширпотреба. Но это не ширпотреб. Такая техника стоит у 50% американцев, живущих в северных широтах, у 70% канадцев и норвежцев. Людей не самых, так сказать, богатых. И для тех, кто может возразить о том, что снега у нас в последнее время мало, скажем, снега достаточно для техники надежной и рассчитанной на разнообразные условия эксплуатации. То, что для снегоходов необходим, конечно, домик в деревне, либо прицеп, это тоже очевидно. Но у кого этого предмета и далеко не роскоши нет? Вы гляньте на дороги города вечером в субботу. То есть востребованность в снегоходе, квадроцикле, водном мотоцикле – есть. Стоит ли искать БУ и стоит ли покупать аналоги – дело ваше. Но Автоград, заявляясь серьезно, по крайней мере, имеет персонал с мозгами, поможет оформить кредит или лизинг. Да, кстати, растаможку на эту технику не подняли. А если пошустрить, то можно модели предыдущего года в кредит оформить. И то, что происходит с курсом валют, заставляет смеяться над процентной ставкой кредита. Прокатившись по пробу, получив подарки, поразвлекавшись вместе с Автоградом и салоном мототехники «Ямаха», под крылом страховой компании «Югория» внезапно подумалось, что мы уже научились жить так, как нам хочется. Мы хотим иномарку, мы ее и покупаем. И сейчас вот только выбор, оставляя за людьми надежными. Мы хотим отдыхать, так и ездим, ведь в места привычные. Мы хотим снегоход, едем в центр «Ямаха», что на пересечении московской и советской. Мы хотим продолжать радоваться жизни и с улыбкой смотреть на чудеса экономики. Мы можем это делать, когда нас окружают друзья из металла, пластика и стали в том числе, на которых можно и летать, и вкушать прессованный зимний, богатым кислородом воздух. На снегоходах «Ямаха». Субтитры создавал DimaTorzok